Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк и политолог, расскажу вам об украинском историке, который полностью опроверг и изобличил всю историю России. Раннюю историю, ну а на ранней строится и вся остальная. Таким образом, Михайло Брайчевский ровно сто лет назад родился в Киеве, был академиком, но в советские времена его затравили. Он был автором монографии «Когда и как возник Киев» 1963 год у источников славянской государственности 1964, происхождение Руси 1968, защитил диссертацию на тему «Римская монета на территории Украины». Кстати говоря, очень интересная тема, потому что на территории России римских монет почти нет, если не считать там Северный Кавказ. Вот, но поданную им диссертацию анты о раннем истории Восточной Европы в эпоху Великого Переселения Народов в Совке забодали. Почему забодали? Потому что, ну, что было во время антов на территории России? Были на территории Залесья, жили племена кочевые, которые кушали друг друга. И, соответственно, любое педалирование темы того, что было на территории Украины в то время, оно вызывало огромные вопросы. Ну и, соответственно, его десятки лет не печатали, запрещали ссылаться на его труды, вынуждали работать фактически. Но из ученого видного вынуждали работать, чем попало. Ну, короче, точно так же, как с поэтами в Совке. Бродский что-то там под металлом работал. Ну и с этим была похожая ситуация. Чуть-чуть не посадили. Фактически, ну, в то время это было некое вегетарианское время в Совке. И ученых старались не садить, чтобы вообще не позориться перед Западом. Типа и Сахарова тоже не посадили, и Брайчевского не посадили. Ну, вот такая вот история. Таким образом, в чем же его главное научное достижение? Они состоят в том, что он говорил правду. И вот эта правда оказалась сильнее, чем все огромные тома российских нагромождений, академиков, акомедиков и кто угодно там, и докторов. Всего-навсего правда, основанная, как всегда, историей на источниках. Потому что без источникова это просто демагогия и спекуляция. И вот, таким образом, фактически Брайчевский опроверг главнейший аргумент нормандской теории происхождения Руси, названия Руси, имени Руси, ну и народа Руси. Что это за аргумент? Это такой документ Константина Багринародного, Порфира Генета, императора византийского, середины 10 века, в котором он давал перечисления, действительно древний манускрипт, давал перечисления варяжских, ну, точнее, русских названий, днепровских порогов и рядом славянских. И это, ну, норманисты это всегда выносили на такой флаг. Ну, и, соответственно, российская официальная история тоже это выносила. Для чего? Для того, чтобы затырить Русь у Украины через шведов. Ну, через варягов. Мол, варягов нету, шведы далеко, Русь вот где-то здесь валялась, мы ее затырим оттуда, откуда она происходит. И присвоим себе вместе с землями, территориями и так далее, и так далее. Ну, короче, вот эта российская концепция, она фактически имела единственный этот аргумент. То есть серьезный, который действительно можно было слушать. Почему? Потому что упоминание в летописи о призвании варягов, оно противоречиво, крайне противоречиво само в себе. То есть, с одной стороны, говорится о призвании варягов, и на той же странице утверждается, что Киев был Русью еще до призвания варягов. Представьте, на той же страничке летописи. И на той же страничке летописи написано, что Русь сама призывала варягов. Представьте себе, то есть Русь не была варягами, а сама была среди тех, кто призывает варягов. И, соответственно, родилось такое супер противоречивое какая-то комбинация. Ну, явно какая-то поздняя фальсификация. Скорее всего, где-то конца 13 века, когда в Залесье и в Новгороде начали там пытаться каким-то образом отвязаться от Киева. Какие-то собственные основы государственности, династии найти и так далее. То есть, ну, она вышла, конечно же, смешная очень эта попытка фальсификации, потому что, ну, на той же странице летописи не потерли то, что Киев назывался Русью еще до варягов. Представьте себе. Ну, и то, что Русь сама призывала варягов. А вот это иностранное сообщение Константина Багряна Рудного о порогах, оно было крайне важно для норманистов и крайне интересно вообще для научного исследования. Потому что действительно названия порогов, которые он дает как русские и противоставляет их славянским, они звучат несколько, ну, немножко поваряжски, скажем так, немножко поваряжски. Особенно в переводах тех текстов, которые звучали. Но ученый не был бы ученым, если бы он не взялся докапываться до первоисточника. И вот, всего-навсего, казалось бы, элементарная вещь проанализировать первоисточник. Но в Совке и в современной России это совершенно не любят, потому что первоисточники сразу ломают массу мифов, они подрывают какие-то устоявшиеся знания, как некоторым кажется, которые в действительности не знания, а просто иллюзии. А мыслительный процесс, он очень трудозатратный. Он действительно требует серьезного напряжения, усилия. И просто люди ленивые, они не любят чего-то там пересматривать, какие-то свои концепции, ни в молодом возрасте, ни тем более в старшем возрасте. Не тем более концепции, освященные так называемыми, освященные так называемыми авторитетами. Когда авторитеты в наглую врали, то уже начинают врать за ними. И эта ложь иногда накапливается столетиями. Но Михайло Брайчевский взял и проанализировал текст Константина Багрянародного, Порфиру Генета, на греческом языке. И вот, что он нашел. Его статья называется «Русские названия порогов у Константина Багрянародного». 1985 года статья. И вот, что он пишет. Свидетельство Порфиру Генета, то есть императора византийского Константина Багрянародного середины X века, послужило краеугольным камнем в обосновании нормандской концепции происхождения Руси и в особенности названия Русь. По сути, это единственный аргумент норманизма, до сих пор непреодоленный и неразвенчанный критикой. Как известно, Константин Багрянародный приводит два ряда имен для обозначения Днепровских порогов – славянские и русские. Первые действительно легко объясняются из славянских корней и в смысле языковой природы никогда не вызывали сомнений. Напротив, русская терминология не является славянской и в подавляющем большинстве не поддается интерпретации на условия славянского языкового материала. Норманистам данное сообщение импонировало уже тем, что Порфирогенет не только четко разграничил славян и Русь, но и противопоставил их друг другу. Поскольку никакой иной Руси, кроме славянской или скандинавской, на заре отечественной историографии не признавалась, то дилеммность проблемы неизбежно требовала ее решения в пользу одной из противоборствующих альтернатив. Так как славянский вариант исключался условиями задачи, то не оставалось ничего другого, как признать русские имена шведскими. Однако результаты собственно филологического анализа оказались далеко не столь блестящими, как можно было бы ожидать. Решающее значение имеет все более и более утверждающаяся в науке теория южного происхождения Руси. В том, что норманы никогда Русью не назывались, ныне вряд ли могут возникнуть сомнения. То есть в том, что норманы никогда Русью не назывались, ныне вряд ли могут возникнуть сомнения. Действительно никаких упоминаний о том, что норманы называли себя Русь, не существует на сегодняшний день. следовательно русский реально не может означать скандинавский историки 18 века стоявшие на антинорманистских позициях настоятельно подчеркивали значение северопричерноморской этнонимии сарматского времени для постановки и решения проблемы происхождения летописной руси речь идет о таких названиях как роксоланы аорсы росомоны и так далее сарматская то есть иранская принадлежность по крайней мере первых двух названий ныне не вызывает сомнений в источниках они зафиксированы уже в начале нашей эры роксоланы аорс очевидно нет необходимости специально доказывать что название русь не является исконно славянским термином и заимствовано у одного из этнических компонентов принимавших участие в процессе восточнославянского этногенеза но источником заимствований были конечно не норманы 9 10 века а племена по крайней мере на три столетия раньше в шестом седьмом веках сказанное предопределяет принципиально иной подход и к постановке нашей темы посвященной русским названием днепровских порогов у константина багряна родного их объяснение следует искать не в скандинавской а виранской филологии действительно обращение к иранским корням дает результаты гораздо более убедительные чем традиционные шведские этимологии в качестве исходного материала принимаем осетинский язык признаваемый за реликт сарматских языков рассмотрим текст константина багряна родного первый порог называется с супе в осетинском языке а и негативная частица образующая первую часть многих сложных слов со значением отсутствия чего-либо ссылка на слова ряба его второй порог согласно константину багряна родному по-русски называется у ворси что означает остров порога в славянской номенклатуре ему соответствует острову не прах островом островной порог что снимает какие-либо сомнения по части семантий в нормандской версии русское название интерпретируется как холмран форс где холмр остров афорс водопад в осетинском улайн означает волна это первая основа вторая общийранская вара окружение ограничения ограничений ограждения таким образом приведенное константином багряна родным имя означает место окруженная волнами то есть порог остров третий порог называется геландри название которого парфирогеннад считает славянским русское название отсутствует в осетинском голос это голос звучать с этим приходится сравнивать и калин галин лица что определенным образом связывает данное гнездо с движением воды вторая основа осетинский двор двери явно перекликается с почти с понятием порог таким образом кавказская этимология не уступает нормандской четвертый порог по константину багряна родному называется по-русски айфор а по-славянски неясыть это не насытец наиболее грозных и днепровских порогов значение обоих терминов дано описательно потому что здесь гнездятся пеликаны данная семантическая справка породила в литературе немного недоумений немало недоумений как известно пеликаны в области днепровского надпорожья не водятся и не гнездятся древнерусское слово неясыть обозначает не пеликана одну из разновидностей сов убедительно и более того сколько-нибудь приемлемой скандинавской этимологии слова айфор не имеет осетинский айк яйцо довольно точно фиксирует наличие наличие гнездовий вторая основа осетинский фарс форс бог ребро порог то есть порог гнездовий пятый порог имеет русское название вару форс а славянская волнепраг вольный порог семантика данного писательной форме ибо образует большое озеро это вольный порог действительно имевший значительной по площади заводь данное слово является гордостью норманизма впрочем весьма иллюзорной первую основу слова принято толковать отвага волна вторую от форс водопад фонетической с фонетической стороны это звучит неплохо но семантика решительно не согласуется с данной этимологии скифа сармадская этимология оказывается более точной общий иранская вара означает широкий осетинский фарс форс это порог интерпретация вполне безупречная точно отвечающие справки порфира генета 6 порог по-русски именуется ли анти а по-славянски в руте сравните современный украинский выруючи что согласно утверждению константина багрянародного означает кипение водопад выруючи это собственно говоря и кипение и означает по-украински славянское название вполне понятно и точно соответствует фиксированной семантики сколько-нибудь приемлемой скандинавской этимологии слова ли анти не находит напротив скифа сармадская версия представляется вполне правомочной осетинская лиюн бежать хорошо соответствует значение указанному в источнике отметим что этимологический данный термин непосредственно связан с движением воды общий индоевропейский лею лица лить последний 7 7 порог имеет название струкун и славянская на прызи значение имен по константину багрянародного малый порог а русское название струкун удовлетворительной скандинавской теомологии не имеет зато скифа сармадский вариант может считаться идеальным осетинская стур устур означает большой суффикс гон ослабляет значение прилагательных следовательно струкун это небольшой не слишком большой очень точно соответствует данным источником следовательно русь константина багрянародного это не нормандская и не славянская сармадская русь сливающаяся с тем таинственным народом который древние авторы еще в последние века до нашей эры размещают в юго-восточном углу восточной европейской равнины именно это сармадская русь была в древности хозяином порожистой части днепра и вот перед всей нацией задавали вопрос в украине в те времена по сути почему это все было настолько важно вот эти исторические различные исследования ну потому что что враг всегда хочет перед тем как обокрасть кого-то рассказать ему что вас здесь не стояло да и например не украсть напрямую а украсть русь через греческий язык или украсть через шведский через шведов до которые где-то там далеко и шведы или не шведы но короче через варягов это такой легкий элементарный метод российского воровства через такой иногда очень тупой кстати говоря вот почему потому что как все знали где русь в 17 18 веках и россия вынуждена была выдумывать термин греческий до поднимать греческий термин для того чтобы себя как-то обозвать вместо московии которые название которое природное настоящее на которые петр первый считал мрачным устаревшим но эта попытка фактически ребрендинга это как взрывы сейчас ребрендируются в россии хлопками то есть взрыв слова поддана так сказать полный полному опровержение вообще его пытаются не упоминать по отношению к россии и вот как действовал этот очень интересный историк этот брайчевский то есть когда во время этих преследований он фактически мол ну как бы делал свое дело вот не то чтобы молчал он про политику не очень много говорил потому что его сразу бы повязали в то время хотя говорил говорил и о воссоединении его статьи он написал о воссоединении или ну короче так называемого воссоединение россии и украины то есть и после этой статьи его вообще там он был на волоске фактически от посадки но он делал свое дело то есть что называется использовал к ручке карандаши что у него было для того чтобы работать и утверждать вот эту позицию такая глубокая глубокое понимание истории на хорошем уровне кстати говоря очень следование его вот и все это происходило в те времена когда но когда в украине фактически ставили вопрос перед целым народом или ты отрекаешься от своего на своей нации или у тебя нет никакие карьерные перспективы а то их тюрьму посадят и множество людей должны были отрекаться именно отсюда вал русификации именно кстати говоря отсюда то что русские совершенно не понимают что у большинства русскоязычных в украине бабушки вообще-то украиноязычные а про бабушки так точно практически наверняка и почти у всех он по абсолютного большинства скажем так и ну вот например в те времена первый секретарь коммунистической партии украины петр шелест он стал одним из украинцев одним украинцем первым фактически на этом посту на посту 1 секретаря кпу за полвека советской власти и его за то что он отстаивал интересы украины как-то по-своему по коммунистически его заслали в москву и фактически он жил в такой в таких условиях когда нужно было полностью отрекаться от себя от своей родины чтобы реализоваться вообще советские руководители украинцы должны были отрекаться от своей родины и становиться предателями и манкуртами и соответственно у этого шелест например когда он в москве умирал бредил по украински на украинском языке его дочь даже не знала украинского языка и говорила что папа бредит на незнакомом языке говорит на незнакомом языке вот и множество множество было таких вещей и в частности подвергались притеснениям и гаянением в частности и брейчевский и еще один историк принский дашка его и множество разных других потому что это мы говорим только такие более-менее почти вегетарианские времена там шестидесятых годов совки вот реальная история подменялась украинская всяким хламом но например я помню свою книжечку по истории украины но в школе и там было об истории тринадцатого четырнадцатого пятнадцатого и шестнадцатого веков меньше чем о тракторах на двадцать каком-то пятом по моему съезде кпсс то есть и но это абсолютный бред когда жизнь целого народа с огромным количеством событий таких века полных событий она ставилась ну как бы непропорционально совершенно вычеркивались не то что страницы целые века вычеркивались из истории и пытались всячески культивировать этот комплекс неполноценности среди украинцы он не очень переживался честно говоря что украинцы но по природе не очень склонны комплексу неполноценности но у всех это имперские различные режимы это все пытаются реализовать особенно такие тоталитарные как российский и это все делалось фактически с использованием всей мощи тоталитарного государственного механизма в том числе репрессивного аппарата рассказывали сказочки о старшем брате москве чур там старший брат вы что арифметику не изучали не знаете что 1147 был позже чем например шестой век или тем более 5 я же не говорю о более ранних историях с основанием киева вот поэтому собственно говоря это все происходило нас были еще такие забавные истории когда например запорожец машину совке назвали машину самую уродливую самую такую уродливое детище советского автопрома назвали запорожецем вот а в украине запорожец это совершенно другое это талл эталон звути а есть такое слово украинское но как это перевести достоинство что ли военного какого-то но и вообще человеческого вот поэтому вот такая вот история все очень просто почему брайчевский брал осетинский язык потому что он правильно сказал что это реликт сарматского языка как говорили сарматы к сожалению известие еще меньше чем как говорили скиф если скифских слов есть хоть пару сотен ну говорят до 400 скифских слов сохранилась в различных текстах греческих надписях и так далее так далее надписях кстати говоря достаточно много по сохранялась вот в различных бытовых то сарматский язык он был скорее всего письменным потому что крючочки знак значочки сарматского языка по оставались но их до сих пор никто еще так и не расшифровал а вот поэтому кто такие осетины осетины это скорее всего осколок алан который отошел в горы свое время во время там великого переселения народа и даже еще немножко раньше вот поэтому он использовал этот инструментарий с использованием осетинского языка он относится к группе северо-иранских языков которым собственно говоря относились языки скифов и сарматов и теория брайчевского очень просто и очевидно если появляются упоминания о руси например угодского историка иордана до людях роз и у псевдо-захария риттера это четвертый шестой век соответственно и других уперперсов кстати говоря вчера цитировал у арабов и все это задолго до варягов и норманов то конечно же абсолютно очевидно откуда так сказать растут ноги то есть русь это скорее всего название племен роксола кстати говоря у нас в средневековье полностью украинская историография была уверена до 18 века что я русь происходит от роксола это было ну просто аксиома что называется то есть во всех летописях стандартно это все везде утверждалось ну было еще правда племя аорсов очень интересная возможно артания и ирдынь у нас в центральной украине ирдынские болота и родынь город в устье россии речки рось кстати говоря это тоже оттуда то есть вот такая вот история мы украинцы это все исследуем не для того чтобы казалось бы ну чем нам шведы не понравились давайте возьмем их в родственнички да но дело в том что нам не нужны те неправда в этом в этом есть не правда они правда она просто разъедает она полностью разъедает почву под ногами вот посмотрите на современную россию которая ворох лжи наворотила в этой лжи сама уже сто раз запуталась а что впереди даже страшно вообразить поэтому друзья ставим лайк подписываемся знаем историческую правду и главное помогаем украинской армии сейчас мы собираем сорок седьмой бригаде на купинско-воронежском направлении с богом друзья до перемога боя а